Включила? Сегодня коротенько посмотрим, как разбирается ручка перевая фирмы Платинум. Несколько моделей. Информация очень важная, потому что рано или поздно возникает необходимость чистки, если засохли чернила. И для данной модели информация о разборке ручки отсутствует в интернете. Я, например, не нашел на официальных сайтах производителя. И как ее разбирать не совсем может быть понятно. Сегодня у нас 4 ручки этой фирмы, 3 со схожим механизмом разборки и 4 немножко другая. Эти 4 ручки заправлены. Эту я сейчас буду разбирать, показывать. И для сравнения масштаба, какого размера эти ручки, у нас тут шариковая ручка Паркер Джоттер. Значит, ручки располагаются по возрастанию стоимости. Вот эта относительно, сравнительно недорогая. Это баланс Платинум. Следующая ручка Макея с росписью. Ручная работа. Следующая ручка у нас ручная работа металла обтянутой овечьей кожей. Специальные выделки. И последняя ручка это у нас целлулоидная. Вот такая красивая. Все ручки с открытым пером. И начнем с разбора. У нас вот эта красная ручка такая же, как зеленая первая. Из относительно простых ручек баланс. Здесь есть система, дополнительный колпачок, чтобы не пересыхали чернила. И ручку можно долго хранить. Можно месяц ей не писать, она не пересохнет. Это очень хорошо. И фактически Платинум это либо одна из первых, либо даже первая фирма, которая стала такие системы делать против пересыхания. Здесь стандартный конвертер. Значит, размер немножко похож на паркеровский, но паркеровский не подойдет. Потому что вот этот чуть-чуть отличается от паркеровского. И смотрим, как устроено. Вот здесь не очевидно, как вынуть перо. Потому что у многих перьевых ручек с открытым пером перо легко вынимается. С фидером спереди вот у этой ручки так будет подниматься. Здесь непонятно, что делать, если все засорилось. И смотрим. Вот на самом деле она вот так развинчивается. Колечко. И такая металлическая конструкция. И далее фидер с пером. Видно? Вот он вытаскивается в обратную сторону. Видно хорошо все? Перо с фидера просто так не снимается. Оно держится на лапках. И вот точно вставлено до упора. Ну, стаскивается. Иногда, если много присохших чернил, приходится аккуратно подталкивать иголочкой. Но аккуратно, чтобы не сломать конструкцию. И вот мы разбираем. Соответственно, видим, что здесь может быть что-то засорено. И как прочистить основной канал для чернил. Вот здесь, кстати, стоит тоже, это не сразу видно, это резинка уплотнительная. И вот здесь желобок. Вот это кусочек выломанный из одноразовой бритвы лезвия. Никакие иголки сюда вставлять не надо, потому что можно повредить. Такое лезвие аккуратно как раз входит. И вот можно чуть-чуть почистить, если там какие-то нерастворившиеся осадки от чернил. Если нарушена проходимость. Понятно, да? Видно было все? Да. Это резиночка. И иногда еще нужно чистить. Вот здесь вставлена деталь для тока чернил. Фактически часть фидера. И вот здесь можно ее аккуратно иголочкой вытащить. Вот здесь у нее есть свой канал, который иногда надо чистить. И вот, соответственно, можно аккуратненько. Вот. Иногда ее тоже нужно вынимать и мыть. Ну, соответственно, в обратном порядке. Все собираю. Вот. Лапками вставляется перо. Дальше вставляем его в конструкцию основной ручки. И привинчиваем металлическую деталь обратно. Конвертер. Все. Ручка почищена. И ей можно пользоваться. И еще чуть-чуть посмотрим на остальные ручки этой же фирмы. Они все сегодня заправлены. Чернила у нас одинаковые. Это Хира, Инсиом. Шанхайские чернила черные. И смотрим, вот как пишет. Вот такая же, как была красная ручка. Здесь даже видно, что позолота облезла. После многолетнего использования. То есть, перо. Это не чистое золото. Это сталь с каким-то покрытием. И посмотрим, как пишет. Это, соответственно, у нас первый вариант. Ручка баланс. Баланс. И в нее еще вот такой индекс бывает. Модель. Видно сейчас все, да? И пишем. И обратной стороной. Перо здесь среднее. И здесь вот стоит такой значок. Я думаю, в камеру не видно. Как буква Ф русская. Видно? То есть, средний. Средний перо. Это аналог то, что в международном обозначении пишет М. Это очень удобная, хорошая ручка. Хорошо течет все. И здесь вот еще покажу. В принципе, стоит картридж. Картриджи даже в чем-то удобнее, чем конвертер. Больше чернил влезает. Хорошо течет. И внутри у родных картриджей фирмы Платина там металлический шарик. То есть, она еще размешивается. И, соответственно, в принципе, размер от других ручек картриджа не подходит. Их иногда проблематично заказывать. Но, в принципе, картридж можно заправлять, вынимать и заправлять просто шприцом. Поэтому проблем здесь обычно не возникает. Иногда даже это удобнее, чем использование картриджа. Не картриджа, а конвертера. Следующая ручка той же фирмы. Здесь размер пера другой. Но конструкция абсолютно такая же. И она также будет разбираться для того, чтобы ее промыть. Смотрим. Здесь стоит картридж. И вот здесь, соответственно, такой простой дизайн. Это так называемая серия, похожая на Платинум Стандарт, но это Макея. То есть, соответственно, вот картинка. Видно? То есть, это изображение, картинка, ручная работа, техника нанесения картинки Макея с использованием красок, содержащих драгоценный металл. Например, золотую пыль. То есть, наносится золото специально. И наносится на специальный, еще не высохший лак. И дальше аккуратно это покрывается защитными слоями. Видно, да? Соответственно, здесь журавли, летящие на фоне горы. Журавли с красными головами, такие в Японию водятся. Видно сюда. И вот речка течет. Это все ручная работа. Смотрим, как она пишет. Соответственно, вот Макея напишем. Покажем, что иероглифы ей писать тоже можно, потому что разный наклон. Иногда европейские надписи ручка хорошо пишет, но при этом иероглифы начинают царапать, потому что много разных углов. Здесь, в принципе, проблем не должно возникать. Вот, собственно, это Макея. Если не путаю, вот иероглиф. Вот такой. Если я ничего не напутал. Техника нанесения рисунка. И, соответственно, тоже пишет. Здесь значок написан уже вот такой, обозначающий тонкость. Там, скорее всего, в камере не видно. Там вот такой значок стоит. Так, не видно. Это значит, в международном обозначении fine. И пишем. И обратной стороной. Следующая ручка аналогичная. Здесь похоже перо, но размеры все разные. То есть, они несовместимы. И разбирается таким же образом. Вот здесь у нас конвертер ставят. Ручка металлическая. Вот это овечья шкура. Хожа. Тоже перо тонкое у нас. Вот такой же иероглиф. И пишем. Иероглиф тоже пишет, в принципе, нормально. И обратной стороной. Тойник совсем. Также можно чуть-чуть нажимать, но без особых усилий можно более толсто писать. Перо пружиничный небольшой нажим выдерживает. Кожаное покрытие. Если камера передает, это не черный цвет. Это такой красивый, темно-синий цвет. И последняя ручка сегодня, которую мы смотрим, это у нас чуть-чуть другой тип пера. Оно просто вынимается вместе с фидером. Это даже показывать не буду. Здесь никаких проблем не возникает. Конвертер стандартный. И вот из этих всех ручек, единственное, только на этой ручке честно написано, что это 585-я, по-моему, проба золота. То есть это реально золотое перо. Не просто покрытие. Перо тоже среднее. Но вот здесь как раз написано буква М. В международном обозначении. И пишем. Ну, соответственно, иероглифы такой ручки тоже можно писать. Вот обозначение у нас было F. Сопоставлю. У нас бывает перья F. Бывают тонкие, бывают средние, бывают толстые. Но еще бывают другие также разновидности. Тонкие, это у нас в японском варианте, обозначается, нанесено, нанесен вот такой значок. То есть когда мы рассматриваем первое среднее, это такой значок. И толстые, мог бы быть такой значок, как вариант. Ну, я думаю, все. А, еще не выключила. Последний кадр. Давай взвесим. Посмотрим. Значит, с конвертером, без чернил. Пустая ручка. Баланс. Ну, чуть больше, чем 22 грамма. Ну, они легкие. С чернилами и с картриджем. Даже легче. Хотя там полно чернил. То есть, 21 грамм почти. С рисунком ручной работы, с журавлями. В принципе, это пластик, поэтому она не должна очень тяжело весть. Ну, чуть меньше, чем 19 грамм. Легкие ручки. Вот здесь есть металл. Правда, ручка, в принципе, тоже не очень тяжелая. Ну, вот. 22 с небольшим. И это чуть меньше, чем 25. То есть, ручки, в принципе, легкие. Сравниваем с шариковой ручкой паркеровской. 11,5 грамм. Чуть больше. Ну, все. Продолжение следует.